МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Срок работы энергоблока на 30 лет и первый в России опыт продления эксплуатации блока-миллионника. Те глубокие модернизации, которые мы проводим, они нацелены на повышение уровня безопасности работающего блока в продленный период его эксплуатации. В Томске прошла конференция молодых специалистов-атомщиков, посвященной актуальным проблемам отрасли. В течение пяти дней старшеклассники и студенты учебных заведений Урала и Сибири, а также молодые ученые предприятий Росатома познакомились и обсудили доклады по перспективам ядерной энергетики, безопасности и экономики, экологии и охраны окружающей среды. Интересно, во-первых, общением с новыми людьми, интересно посмотреть, чем занимаются специалисты и будущие специалисты в других регионах. Член ЦК КПСС, строитель и красногвардеец. Все это о Ефиме Павловиче Славском, легендарном министре среднего машиностроения. Одновременно это название разделов экспозиции, открывшейся в мемориальном кабинете министра в здании Росатома на Большой Ордынке. Кабинет музея занимает четыре комнаты и рассказывает как о рабочих буднях министра, так и о редких днях отдыха. В подписье он пользовался всегда карандашом. Он ручками не писал. Он даже заявление об уходе на пенсию написал синим карандашом. Мы его заставили переделать. Атомные библиотечки появились во всех образовательных учреждениях Железногорска. В год 65-летия атомной отрасли отдел по связям с общественностью и молодежной организацией горно-химического комбината вручили всем организациям, которые работают с молодежью и детьми, тематические книжные сборники. Мой выбор «Атомная наука и техника», «Ядерная энергия на службе человечеству» и еще около десятка книг стали дополнением к уже существующим библиотекам. Уважаемые родители и ученики, вот это и есть то самое главное, что связывает школу с нашим выпускниками. Спасибо им. Сегодня не будет проигравших. Сегодня будут все победители. Эти километры остался у вас в памяти на всю вашу жизнь. В настоящую велоэкскурсию по Железногорску превратился велопробег, посвященный юбилеям горно-химического комбината и атомной промышленности. Маршрут велопробега проходил по памятным местам города и на каждой из десяти запланированных остановок его участников ждал рассказ о городе и комбинате. В спортивно-познавательные акции приняли участие члены молодежной организации ГХК, воспитанники и преподаватели Железногорского детского дома. Продолжение следует...